Организация Безрат Ашем Равин Ярон Рубен Ор Ахаим, работа на Бога Это очень известная история о святом Ор Ахаиме. Раби Хаим Бармаше Ибн Атар, он был одним из глав поколений. Он жил в Марокко, и он был человеком, который любил Тору до такой степени и так учил Тору, что это было что-то невероятное. Очень много необычайно интересных хидушим, новые взгляды на Тору, на разные ее части. Это что-то поистине невероятное. Если кому-нибудь посчастливится прочитать некоторые из его комментариев на Тору или что-то другое, вы не представляете, как вам повезло. Это что-то очень невероятное, хотя это непросто, но это прекрасно. Удивительные вещи, прекрасные новые интерпретации обо всем. Ор Ахаим работал на одного арабского ювелира, и у него с ним было заключено необычайное соглашение. Какое соглашение? Каждый день я буду работать ровно столько, сколько мне надо заработать. Если мне надо заработать 10 шекелей, чтобы я мог потратить несколько шекелей купить еду для моей семьи, несколько шекелей заплатить за жилье. На этом все. Я останавливаюсь. Как только я заработаю достаточно денег на день, я прекращаю работу и иду учить Тору. В некоторое время эта договоренность устраивала всех. У арабского хозяина не было выбора, потому что раби Хаим Ибн Атар был необычайно талантлив. Он делал очень хорошие ювелирные изделия. У араба хозяина не было выбора. В то же самое время у него не было спроса на большое количество. Но однажды пришел султан и сказал, что у него во дворе будет свадьба. Султан пришел к этому арабскому ювелиру и сказал, «Я знаю, что ты делаешь очень красивые ювелирные украшения. И я хочу, чтобы ты изготовил особые украшения для каждого члена моей семьи». И они заключили договор. И необходимо было уложиться в срок. Из-за того, что у раби Хаима Ибн Атар было заключено необычайное соглашение, араб, хозяин, сказал ему, «Нет, я хочу, чтобы ты работал больше». У араб Хаим ответил, «Нет, нет, я не буду работать больше. Я буду работать так же, как я работал до этого. Это ты заключил договор. Это у тебя сделка. Это твоя проблема. Я буду работать так же, как работал до этого. Если мне сегодня надо заработать 5 шекелей, так я и буду работать. Если мне надо будет заработать 10, столько я и буду работать. Да, но мой клиент король. Я работаю на более великого короля. Я работаю на короля королей». И вот настало время. Султан-король Марокко ожидает, когда ювелирные изделия будут ему доставлены. Но их нет. К нему приводит араба. Я убью тебя за то, что ты позоришь мою семью. О нет, ваше величество. Это не моя вина. Не твоя вина? Что ты имеешь в виду? Чья вина, если не твоя? Ты ювелир. Нет, во всем виноват еврей. Еврей? Какой еврей? Еврей, который работает на меня. Он не хочет работать для вашего величества. Что? Приведи его сюда. Все проверили и все подтвердилось. Я скормлю тебя моим львам. У этого короля была клетка со львами. И всякий раз, когда кто-либо не исполнял сказанное султаном, он становился обедом для львов. Львов не кормили в течение нескольких дней. И потом сказали Раби Хаим и Бен Атар. Ты станешь обедом для львов. Раби Хаим Бен Атар, не нервничая, не думая даже секунду, спросил. А могу я взять с собой мой тфилин и книгу? Что? Эти квадратики на голове? Да. Могу ли я взять их с собой? Конечно, их тоже сидят. Может быть, они даже им понравятся. Может быть, они почистят ими свои зубы. Могу ли я взять с собой книгу? Зачем? Ты собираешься учить львов читать? Нет, я буду читать. Ты думаешь, ты будешь там читать? Они начали смеяться над ним. Посмотрите на этого еврея. Он думает, что будет читать книгу со львами. Он не понимает, что львы сидят его книгу. Он не понимает, что львы сидят его и книгу. Хорошо, Равин, бери с собой книгу. Раби Хаим и Бен Атар одевает свой тфилин и берет с собой книгу. Его заводят в клетку со львами. Они так боялись львов, что сами не вошли с ним в клетку. Они ожидали, что львы прыгнут на него и сидят его и разорвут его на части. Все были шокированы. Как только Раби Хаим и Бен Атар сел на землю, открыл свою книгу и начал учить Тору, все львы, которых не кормили несколько дней, подошли и сели рядом с Раби Хаимом и Бен Атаром. Сначала никто не знал, как об этом сказать королю. О, может быть, кто-то ошибся и покормил львов этим утром? Кто это сделал? Никто не знает. Решили пока ничего не говорить королю. Давайте поддержим их немного голодными. Может быть, они сидят его позже? Пришли на следующий день. Раби Хаим Бен Атар также учит Тору. Он ничего не ел и не пил. Львы не ели. Все постятся. Львы так и сидят. И иногда лежат его ноги. Они лижут его ноги. Ведут себя игриво. Следующий день. И еще один день. Три дня. Три дня львы сидят в ног Раби Хаима и Бен Атара и ждут. Раби Хаим и Бен Атар не пил и не ел. Просто учил Тору. Без остановки. После трех дней люди стали говорить. Должно быть это святой человек. Божье создание боятся его. Львы боятся его. Они не съели его. Слуги побежали к королю и сказали. Ваше величество. Вы должны это видеть. Король пришел и увидел Раби Хаима и Бен Атара, сидящим и изучающим Тору Тфилини, читающим книгу. Львы испугались этого Равина до смерти. Король сразу же извинился перед ним и сказал. Пожалуйста. Пожалуйста, пойдемте с нами. Простите меня. Встал на четвереньки. Начал целовать его ноги. Простите меня. Я не знал, что вы такой святой человек. В точности, как история Даниела. Из Пятикнижия. И это было не три тысячи лет назад. Это было несколько сотен лет назад. Триста лет назад. Раби Хаим и Бен Атар, человека, которого была вера во Всевышнего, святого, благословенную, до такой степени, что он не работал ни минуты больше. Ни минуты больше. Потому что это нарушит его уроки изучения Торы. Он не работал не из-за того, что он хотел играть в видеоигры или курить марихуану. Он не работал не из-за того, что он хотел пойти веселиться с парнями и девушками. Он не работал не из-за того, что он хотел поспать немного больше, перед тем, как умереть и уснуть навечно. Нет. Он не работал из-за того, что это нарушит его расписание уроков изучения Торы. «Лучше не есть и не пить, чем нарушить мое расписание уроков изучения Торы». Так говорил Раби Хаим и Бен Атар. Еврей всегда должен ставить свою Тору выше всех материальных потребностей и иметь веру во Всевышнего. «Лучше не есть и не пить, чем нарушение Торы». Субтитры сделал DimaTorzok